всем привет начинаем вебинар о душе о том как мы с чего мы состоим о сознании животных и что после жизни рад вас видеть так проверяя все ли у нас эфире и так я начну вот чего я хочу прежде всего сказать что этот вебинар в каком-то смысле продолжение того что мы делаем на других вебинарах в каком смысле когда мы разобрались с тем что нас там за при за пределами жизни ожидает как мы сюда попали и так далее возникла масса вопросов по ходу дела как же там животные как другие виды сознания и т.д. и т.п. и вот я в анонсе обещал прежде всего что мы уберем боль от потери близких и это будет это будет и хочу сказать почему это будет потому что если вы действительно вы вникните в то что я сегодня рассказываю у вас просто не станется шанса кроме пребывать в радость начну вот с чего я надеюсь что люди которые испытывали безграничное ощущение безусловной любви здесь находятся и чтобы понимать о чем мы сегодня говорим как это можно как это можно вообще понимать я хочу объяснить что мы говорим с позиции смотрите сознание едино это первое второе время это сравнительный параметр то есть по-другому времени не существует я о времени у физики и так далее рассказывал в открытом вебинаре ссылка здесь есть не буду здесь об этом говорить и существует единственный закон бытия смотрите три позиции если вы осознаете понимаете то нам ей вы легко дальше все что мы здесь будет проходить легко это абсолютно будет понятно если эти аспекты сложные непонятные или неприемлемые то то о чем мы сегодня будем говорить для вас будет непонятно неприемлемо скорее всего вы не не воспринимаете этот вид информации теперь я сделал акцент 3 вводных и без них я объяснял я чуть-чуть остановлюсь да о законе бытия и скажу чуть позже почему это важно сейчас я просто хочу заметить что то чем я лично занимаюсь то чем я рассказываю исходит из исключительно физических законов в основе которого есть только один закон повторюсь я об этом рассказывал на вебинаре физика бытия люди которые предполагают что есть много разных несвязанных законов которые где-то там себе летают собрались это скажем так мягко говоря не совсем обладающие базы понимаете то есть если вы понимаете как бытие появляется то есть физическими терминами сознание возникло возникла вселенная до что-то из какого-то одного импульса и дальше она расслаивается намного разных вот в чем смысл это очень важно ключевое потому что без этого человека хаос голове откуда что берется и для меня принципиально важно почему сейчас будет такое начало для меня принципиально важно все что я рассказываю всегда должно иметь соответствие с физикой обязательно на микро уровне на макро уровне все эти одинаковые законы тождественные они показывают как работает сознание как работает ум как работает отношения и все что создается в мире на повторюсь базовом законе бытия он же базовый закон для всей физики и так вот здесь схематично можно представить это как некий один закон как чистый белый свет заходит в некую в нашу вселенную можете воспринимать это как как там первичный взрыв и создает некое множество и вот теперь резко переходим к теме душа я почему вообще душу душу здесь беру чтобы изначально поломать восприятие этого слова обычно мы воспринимаем нас учили нас нужно понимать что это все социум наше обучение смотрите когда вы слышите слово душа мы кстати говорим о физике сейчас нов но это будет дальше понятно когда вы слышите слово душа обычно мы представляем себе какой-то шарик да то есть у его душа его душа мелкая душа большая душа крупная и можно похитить она может куда-то улететь да и еще что да как шарик отделенная вот моя душа примеру супергерой и чья-то там другая душа допустим мы где-то столкнулись пинч и разлетелись вот посмотрите в свое понимание слова душа внутри я сейчас не говорю как это есть я сейчас говорю посмотрите на само восприятие потому что мы сейчас и говорим о том как как с этим разобраться самим словом что она связки имеет и очень много спекуляций на эту тему до что это можно украсть забрать еще одна знаете спекуляция вот допустим у животного маленькая душа но если она есть там то там вообще нет а вот у человека человека большая душа чекутка большая каждый хочет чтобы не было побольше знаете естественно вся эта спекуляция с этой темой создает вот такое вот она куда-то улетелом продать можно поторговаться дальше душа где-то ходит ножками ручками не знаю горит там кого-то кто-то там отмечает праздники где-то навещают кого-то чудо душу общем отделенная смотрите в это понятие вот в то что в голове у нас да там есть как внутри длина ширина даже взвешивают там иногда да сколько кроместь она как бы по времени куда-то двигается все это в принципе противоречит чего я начал базовым законам физики основы и то есть я мину за пределами физики за пределами трехмерного измерения это невозможные вещи это все сравнительные параметры длина ширина веса это сравнение их нет самих по себе теперь смотрите и как можно вообще сравнить душу и как это можно физически увидеть и я вам сегодня дальше я попытаюсь показать знаете раз мы к физике к шарикам привязаны где-то вот здесь я попытаюсь отвязать вас хотя бы от идеи шариков к нечто большему и покажу это как это можно воспринимать с точки зрения физики почему это воспринимается и еще раз делаю ремарку насчет того что я начал вебинар с того что для меня принципиально важно что все это абсолютно едино повторяется везде одинаково на одном законе то есть понятие не взяты просто там где-то кусок там кусок слепили придумали передумали перелепили это все единая структура и вы сейчас поймете почему мы об этом говорим и почему это имеет значение давайте посмотрим чуть-чуть совсем вкратце первые элементы да вот с точки зрения той же физики в данном случае биологии откуда вы взялись первое живое создание то есть первые клетки если кто не знает на сегодняшний день считается что линейное время смотрим раньше некие химические элементы соединились потом они так насоединялись что они стали представлять из собой некие клетки а потом клетки начали собираться как бы в органы то есть не в органы колония клеток как единый организм как симбиоз работать и понимаете вот здесь вот какой момент что вот на грибах будет понятно вот эти грибы стали тем той отправной точкой грибочки то отправной точкой после которого вот они насобирались и вот один гриб можно рассказать рассматривать как один орган то есть собрались в один орган грибы начали развиваться по линии будем растениями и по линиями будем там животным миром но так сказать вот здесь вот то есть наши предки грибы вот можете поздороваться со своими прадедами а то знаете когда кто кто лечит карму рода да вот к рибам претензии где основа все так что с у меня антилайков появится от кармических родов ну ничего страшного почему я про грибы сейчас вообще говорю потому что смотрите эти первое создание почему-то начали объединяться но ведь у них не было инстинктов в выживании откуда у них возьмутся если они все как элементы да то есть нет нет инстинктов инстинкт мы говорим о прошлого а у них не было прошлого у них раз и собрались теперь важный аспект грибы это ведь не видите вот в основе вот эти как сеть корешки это как-то микоидная сеть или гиф и вот называют их вообще микологи это тех кто грибами занимается гриб это вот сегодня ко мне пришел этот гриб буквально практически смысле но я к нему ногами потопал это отдельная тема просто знал шоу и знал где будет мне ждать и вот смотрите в основе вот эта сеть которая искать я из него и сделал сам гриб на самом деле это вот та сеть большая а это его лишь так сказать представитель то есть она все собирается через эти сеть вот это вот собирается и становится вот одним назовем так органом кто не знал я имею ввиду что это лишь внешний вид орган который назовем так представитель гриба то есть и вот так же как сеть представляете собиралась неких первичных элементов потом собралась в некий организм по такому же принципу рассмотрите как один гриб это как элемент органа то есть вот так вот собираются органы внутри человека тоже на основе сети здесь почему я сейчас об этом говорю потому что мы делаем аналогию что если мы рассматриваем общую систему бытия сознание и вообще всего она собирается из мелких элементов потом выходит на вот этот вот соединяется в некий орган этот орган потом соединяется дальше то есть идет касать укропление укропнения наши все органы представляют из собой некие единицы сознания кто изучал тему биологии в общем это уже известная тема насчет что не все так просто вот и вот в итоге мы имеем тело как собранные назовем так единицы сознания в неком смысле и вот мы себя целиком как кто-то написал гриб половой орган это не совсем про правильное определение но вот мы как некие тело до себя представлять некий гриб который из единиц соткан сами себя соткали вот как это происходит процесс я дальше расскажу теперь смотрите для того чтобы понимать еще раз один закон для всего работает мы сейчас смотрим на это на уровне биологии как это все здесь шло теперь посмотрим как как на космическом уровне создается вот если вы понимаете совсем недавно было два интересных вывода сделать ну во первых три даже смотрите первое оказалось что когда по фотографировали все галактики оказалось что они не висят в небе как попало они соединены по примеру как наши нейронные сети соединяются именно галактики большая структура более того недавно было то есть очень похоже на нейронной сети мозга и недавно была работа одного из сотрудников microsoft а ученые они занимались искусственным интеллектом и они по связям как они создавали связи увидели абсолютно аналог вселенной и в этой работе очень аккуратно чтобы никого дай бог не обидеть эти ученые мозги их эти верования ученые так как при предыдущих те которые грибы там эти старенькие они сказали смотрите нейронная сеть вселенной строго соответствует тому что мы создаем как искусственный разум то есть выглядит так что вселенная сама себя что такое нейронная сеть с точки зрения программирования эта штука которая сама себя обучает становится умнее 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 вот эта вселенная выглядит так как будто она сама себя обучает и становится умнее ну конечно все посмеялись то смешно но вообще технически так второе специфический аспект я не хотел о нем говорить совсем но чуть-чуть скажу это очень странно и то же самое вы знаете на допустим нейронная сеть это же сетки нейроны отдельные они как бы соединяются синапсами так называемыми то есть некими нервными окончаниями и долго с этим носились вот есть там соединители не знаю не видно и вот совсем недавно появилась научная работа в серьезно очень институте где вы выяснили что нейроны помимо синапсов сами себе в смысле другим передают информацию назовем так телепатически что естественно сказали лесом такого быть не может потом проверили перепроверили пришли другие поставили опыт и до информации от одного нейрона перейдется другому нейрону без нейронных связей она очень слабая но она передается как это трактовать что это ученые сейчас не знают это буквально год назад только вот и этот в частности такая же ситуация с галактиками между которыми пустоты это я так намекаю что информация передается тоже теперь смотрите я хочу теперь включить небольшую видео чтобы вы посмотрели каким образом выглядит вселенная сфотографированная я там чуть нарезал прокомментировал с точки зрения современной даже не космологии до у него как это все выглядит теперь только что мы говорили о грибной сети о том что все органы мы знаем буквально в теле вплетаются смысле все сеть органы до испытаться смотрите как в космосе выглядит вот это и так как вы знаете есть земля солнце другие планеты вокруг солнца крутящиеся вот так примерно выглядит наша галактика это моделирование ученых кажется что это вот она где-то случайная точка среди других галактик однако замеры исследования показали что все это выглядит как единая структура вот эта 3d модель и вот примерно так это выглядит структура как многие ветви и вот красная точка это одна из ветвей множество галактик где там находится наша галактика но все это как единая структура вот примерно так в 3d вращение можно на нее посмотреть и и оказалось что эта структура не статично все это происходит как движение вот движение к некому центру это называется великий аттрактор то есть то что привлекает притягивает и еще есть то что откуда как бы истекает про истекает то есть это как дыхание вдох и выдох и в центре что-то здесь центр кажется разные центры но это как вдох и выдох еще это как два полушария мозга до знакома вот этот центр и и два полушария две разные частоты и вот вы понимаете что вот великий аттрактор да это можно представить да вот дыхание на что сказать то на чем мы так понимаем там чакра да допустим инь-янь и до пин голосу шумно через дыхание про их проходит она абсолютно аналогичные процессы абсолютно аналогичная все я говорю макро микро уровне вот это все вот так вот соединеном примерно так работает теперь наше эго стремится к тому то есть наша именно его этот 3d реальность наша наша система текущая чтобы себя запереть вот в шарик и знать не знаю я других потому что мы их мы как бы пытаемся отстраниться хотя мы являемся частицы такой сети и более того я хочу сказать что в реальности на самом деле все гораздо более то есть несмотря на то что эго стремится быть вот этим маленьким шариком вот это и ему близко не трогайте меня я в норке вы нах вы на самом деле всегда если вы понимаете принцип вне времени вне пространства возможно это сложно кому-то первый раз хотя кто-то вы всегда в центре то есть ваше определение я ваше определение вот когда вы горить и я вот без я то-то-то-то вот первая это вот это вот центр причем он центр вселенной все остальное это вот это ваши все какие-то определения и вот я хочу сказать вот чуть-чуть на на фоне предыдущего что теперь вот если вы вот это все посмотрели теперь мое представление смотрите в 3d физики 3d постарюсь что как можно визуализировать как выглядит душа смотрите вы говорите ну не вы так тот вот этого душа их много нас душа где-то я говорю что это мой личный опыт наблюдения скажем через самадхи то что я вижу в природе то что я вижу в системе то что я знаю то что мне скажем так приходит в виде информации определенным путем не будем говорить каким моем представлении туша вот так выглядит и вот если говорить о размерах души то хотя бы вот на это посмотрите вот это минимальный размер и вид вашей души еще можно посмотреть на это стрелочки да это как сочетание с другими назовем так душами то есть мы едины во всей этой системе мы двигаемся мы пересекаемся мы все вместе каждый из нас уникален и каждый создает свой вариант вселенной которую мы видим и вы видите небо это вы изнутри смотрите на себя и вы вообще ни капельку не маленький вы это все и вот мы сочетаемся с другими людьми не как шарики толкаясь а вот как на этой схеме пересекаясь переливаясь и так далее при этом мы сохраняем каждый из нас свою индивидуальность не потому что наше эго борется за этим то другие принципы я на других вебинарах рассказывал как это происходит сейчас я просто хочу сказать что подчеркнуть что это все сплетение так работает все биология космология все так работает и пытаться ввязать себя в шарик маленький это плевать против скажем здравого смысла и я дальше ладно хорошо теперь когда вы входите в контакт можно вот примерно таким образом рассматривать контакт что мы вот то сосредоточение того как мы определяем себя как личность там мы контактируем с другим существом с любым как происходит контакт кто изучал там так со мной это аспекты ему очень именно здесь легко понимать вообще то есть смотрите любой контакт вам кто-то что-то сказал вы это с собой понесли восприятие вы ваше мировоззрение чуть-чуть сместилось фактически это пошло вот этот назовем так при тех которые принимают чужое мнение или выслушивает или у него со свое мнение о ком-то вот это на самом деле вот первичный процесс вот этого не слияния в одну непонятное а обмен восприятия то есть вы сохраняете снова нового но видоизменяете хорошо теперь надеюсь теперь вы если вы чуть-чуть понимаете что такое физика и повторюсь я отсылку к другим своим вебинаром делаю вот физики в частности открытый вебинар вы понимаете что нет границ где одно закончилось другое началось нет границ между душами то есть любая граница это эго говорит что это граница если вы это понимаете технически вы делаете уже пол шага к серьезному пониманию себя если вы уже это начали прямо осознавать то вы серьезный уже шаг сделали в личное развитие очень далеко я просто здесь маленький пример что кто знает что такое квантовые связи которая вне времени и вне пространства существуют уже понимают что нет ничего нет барьера во вселенной все перетекает одно в другое теперь теперь мы подходим вот чего смотрите сейчас одной из принципиальных аспектов если это более менее понятно теперь я хочу сказать что такое связь когда вы действительно с кем-то сливаетесь когда вы говорите я это ты ты это я когда связь устанавливается теперь мы говорим о том что это ощущение что мы одно то есть вы признаете другого бытием таким же как вы частью назовем так одной сверх души или одного бытия как угодно и вы не теряете себя смотрите связь происходит как вот это я плюс это я другой я плюс 3 а теперь смотрите вот эти вот плюсики и то есть ощущение любви это зона слияния внутри плюсика вы не можете отличить кто есть кто когда вы кого-то любите смотрите вот сейчас я я призываю вас внутри себя посмотреть до почувствовать когда вы кого-то любите чем человека там животное вы знаете это состояние там хочется обнять да вы обнимаете вот вспомните это мгновение да или пойдите кого-то обнимите вы обнимаете и вот это состояние об как бы ты одним стал хоп нет у тебя меня есть одно вот это вот момент ощущение любви там где вы слились точка слияния происходит это то что можно называть безусловной любовью когда у вас нет к этому существу человеку животного никаких претензий критериев какие у него должны быть глаза уши рот нос там еще что-то как он должен к вам относиться просто любовь и . момент слияния я надеюсь я здесь более-менее внятно это донес смотрите теперь если вы теперь представляете эту структуру теперь представьте вот примерно вот так вот что возьмем просто за основу космический вид что да где-то вы определили себя как некую такую ваша я личность она неизменная есть вот она не меняется затем она продолжается через то что вы действительно к вам совсем близко то что действительно ваша часть вашей души я дальше об этом проговорю вот буквально будут буквальном смысле да это может быть к примеру люди сразу хотят найти часть души типа другой человек может быть и другой человек и не один людям и чуть ближе но я хочу сказать это может быть допустим животное такие уже частью другое животное может быть третье там 5 5 не одно животное их может миллион то есть кого-то оленью часть души просто может быть моля более отдаленный но у вас есть критерии когда у вас есть взаимная с этим существом любовь вы можете не сомневаться что у вас есть . слияния как единую можете говорить что это часть души без всяких обиняков без всяких оглядок без всякого ну там она ну там у него маленькая часть там большая он там почти душа не совсем абсолютно одинаковая структура просто это вот такая вот скажем так и я сейчас объясню в чем дальше отличие знаете да теперь вот посмотрите на вот это восприятие душа и вот это вот я там уверен меня этих антилайков здесь натыкают это я сейчас не правда я имею до людей на что он такое говорит моё неприемлемо как это меня животным сравнивать бежал куда-то ну что мы то здесь правильно и вот мы здесь я надеюсь мы здесь те кто могут это хотя бы ощутить теперь когда мы отошли от идеи шариков я хочу еще сказать что когда я был в скажу первом восприятии вне времени и смотрел как это устроено вот у меня был вот примерно такой вид как вот там на картинке тоже как найти все воплощения да когда ты все видишь в одной структуре не не вперед во времени это будущее прошлое как все вот твоей жизни тоже такая же примерно модель 3d вне времени не прошлого они все существуют они не посягают над на тебя абсолютно да то есть вот параллельным образом то есть модель примерно то же самое существование теперь ребята объясняю совершенно просто смотрите когда в вот эту структуру взяли и заходите в землю в вибрации земли то есть трехмерный мир смотрите земля как тоже своя структура я просто есть упрощенно нарисовал да тоже своя сплетение многого всего наша днк работает по принципу как нотная этот настройка то есть вот эти все днк шли и штуки зим так коды мы настраиваемся и то что мы себя как человек воспринимаем это просто наше воплощение вот этого какого-то большого бесконечного души ну в эту личность которая себя определяет нашем случае вот здесь как человек при этом другие настройки днк смотрите вашего днк не обязательно прямо вот что вы человек как дышит я имею ввиду более широкое понимание вас как душа у то что мы только что рассмотрели вы проходите через другие настройки и воплощаетесь как некое животное дальше когда вы вы лично вы воплощаетесь в двух телах в человеке и в животном лично вы и очень близко вы специально делаете и встречаете друг друга вот тогда у вас с конкретным животным может быть вообще феноменальное ощущение вот этой любви единства в обе стороны потому что вы это одна душа этими терминами смотрите днк человека дает опцию выбор всего из всего я понимаю что людям сложно как-то как это там животное днк животное дает вам опцию вам я имею 2 я есть выбор определенного из определенного поясняю смотрите человек как себя определяет он набирает кучу всяких тем на которых он фокусируется и из-за этого получает способность назовем так мысли думать и так далее и потом он начинает у него да сидят всякие идеи нужно мыть руки перед едой зашит и носить трусы любить родину вот он этими критериями он мыслит тут у вас где-то сидит там ты правильно поступаешь это неправильный поступок это честно это нечестно там до родина партия эти приятные люди неприятные вот эти вот наши мы именно мыслим вот этими категориями и мы поэтому и человек когда часть нашего я есть воплощается в животном категории другие смотрите сравните просто по ощущениям пока было так вот трусы стираете да и родину любите собака говорит хорошо пахнет это такса от а кот не очень собаки ну не только я не до любого до животное у нее идет прямой от другая настройка другие категории он прямо смотрит в то что есть он ощущает при этом связь с я он понимает что вы и и он это одно особенно когда вы действительно одно это собаки животные сразу это знают у них нет мышления по этому поводу они просто знают сразу и они сразу критерия щите ощущают так это воспринимается или не так и никакой аналитики родина это или без трусов кто-то у собаки нет поэтому человек да сам придумал сам обиделся вот мы с этим все время живем собака извините что все время собаку на картинке просто до животное ощутил прожил то есть он живет внутри прямо проживаемых ощущений и вот просто как как примерно небольшой пример не все да ну когда вы воплощаетесь через днк собаки извините что и вы говорю да ну ваша я есть вы ощущаете прямо безусловную любовь к и проявляете и к чему-то ну и имейте склонность когда мы допустим в кошки в коте у вас склонность выбирать наилучшее то есть вы используете разные днк как разные зеркала то есть вы как бы знаете разные акценты то есть птички вы оплатились допустим вот это да мечту по проявить себя летать и вот вы понаблюдаете идея мышления то есть если хорошо понаблюдены животным как он анализирует из чего он делает выводы на что он обращает внимание почему коты неуправляемая кажется да но они не управляем они всегда выбирают лучше вот это лучше сейчас лучше сейчас лучше сейчас лучше сейчас а ты со своим мнением в лес и при этом кот к вам приходит к вас обнимает ты мой любимый мой родной да потом хоп лучше так он всегда выбирает наилучшее собака может пожертвовать наилучшим до в ради того чтобы уступить вам вашу это не есть полное описание зачем и почему и это просто пример окей если так посмотреть да то днк животного имеет ограничения очень серьезные по коммуникациям потому что он на свое смотрит и спасибо прочитаете абсолютно одинаковое описание днк животное ограничивает способы коммуникации между вами но продвигает то что вам нужно осознать о себе то есть то что вашему есть сверх душе или вашей душе нужно осознать она это сделает и том числе и вас вам здесь и вы тоже самое это делаете вы отказываетесь коммуницировать животным на его языке вы от него требуете каких-то ваших правил но это ваши настройки ничего здесь такого нет так теперь перед тем как мы пойдем дальше а мы пойдем сейчас дальше получается я могу в одной жизни воплощение быть и человеком животным смотрите в одной жизни до 1 жизнь одно воплощение это вы человек давайте говорить чуть по другому в одном времени и пространстве вы можете воплотиться как людьми таки животными и вы это делаете постоянно так еще и растениями в это делаете постоянно для многих целей мы еще не как некоторые аспекты сейчас посмотрим да и пословица поговорка что животное похоже на хозяина конечно да это теперь смотрите с этим я надеюсь более менее понятно теперь пойдем более тему вам нравится море то странно вопрос вот смотрите вот море в планшете и вот вы смотрите допустим на море в планшете ну вам понятно плохо сейчас видно но вот планшет устройство через него проходит как как здесь появляется море проходит сплетение электрические до через какие-то настройки павел получаем море и можно смотреть и говорит я люблю море глядя на картинку испытывать муж так реагируем на картинке новыми медуз видим и сразу ощущаем что это вот оно но если море в экране вот вы надеюсь здравомыслящие люди да вот экран смотрите я вы сейчас выключу и море пропало и вы скажете море исчезло он убил море море все или как вы скажете отдай мне этот подари мне этот планшет потому что там море ой я теперь буду плакать потому что нету море у меня потому что выключил электронные перестали бежать да и мы начали плакать исчезает ли море когда экран погас и вопрос к вам к чему относятся ваши чувства к экрану или к морю я надеюсь вы понимаете сейчас куда я гну я я там загну еще больше а если я перенесу фотографию на другое устройство будет ли здесь тоже море которое было вот здесь если мы говорим о море вы скажете я люблю устройство или я люблю море когда мы говорим она и там и там может быть кому-то море не нравится ради мамы нормальным людям тыквы не нравится еще живут все взаимно и вот смотрите нам вы понимаете к чему я говорю что внимание к экрану если вы смотрите на только на экран вы начинаете восприятие отсекать а теперь давайте замерим слово смерть на слово слияние представьте себе мы сейчас говорим о том что мы смотрим на другого как на картинку на экране то есть он то другой что он есть вот это такое же бесконечная душа возможно часть вашей души потом есть физика которая физическая земля настройка а затем некое существо уходит куда она уходит смотрите вот осталось тело на земле она станет землей очень скоро а куда ушло существует она с вами слилась она отсюда пришло вернулась к вам вы теперь получили контакт прямой контакт с тем существом которого вы считали живым живущим в теле но вы убрали планшет море осталось с вами и происходит замените слово смерть на слово слияние вот представьте себе если у вас кто-то кого вы потеряли и вы говорили до сих пор он умер а теперь скажите он со мной слился у меня слияние было слияние у меня было слияние с кем-то знаете как как по-другому восприятие причем я говорю правду я не 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 замылила давайте назовем там мэмра смерть это мэмра теперь не будем бояться я говорю как она есть произошло слияние откуда вы знаете что оно произошло а если вы кого-то действительно любили вы произошли вас было слияние с любви потому что я плюс я вот этот плюсик да он к вам это я внутри вас остался и здесь момент который я много 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 раз говорил ребята много раз говорил что откуда берется предмет горя от потому что у вас произошло слияние с любимым существом с вами вы стали одним и она его стало много возле вас в любви но из-за того что вы смотрите на планшет вы говорите он он там он не здесь сам процесс это вообще базовое слово понимание вибрации этом миллион раз на разных вебинарах рассказывал процесс неприятия любви отражается как боль когда мы самым сильным чувством сопротивляемся нам очень больно это сопротивление принцип более это сопротивление то есть отказ я не вы говорите я не принимаю контакт с ты с тобой то есть к вам пришла любовь вы говорите я не хочу это видеть я буду на планшет смотреть вы отказались принять слияние и вам больно если вы слияние принимаете более не невозможно технически нет предмета понимаете нет сопротивления нет боли иначе это не работает то есть боль только от этого работает вы просто не даете до бензина нет машине машина не едет все не сопротивляетесь отдаетесь вы горите слияние хорошо а теперь я вам покажу больше смотрите когда произошло слияние слияние вот если вы перестанете ломать дурака перестанете ходить страдать ныть мычать пищать и бить себя если вы отдали слиянию процессу и это стало действительно часть вас не было ли слияние при жизни смотрите при жизни вы видите вот эту штуку да у вас был процесс любви который вы воспринимали и он да но мы через физику воспринимали а теперь вот эта штука ушла и у вас прямой контакт мощность вот этого контакта настолько сильная напрямую накрывает потому что нету теперь физического как бы этого барьера он снят и вот это восприятие именно любви есть который накрывает это тотальное слияние теперь когда это у вас происходит если бы вы перестали страдать и понаблюдать за собой вы бы увидели что допустим сейчас говорим о животных хотя люди тоже это делают другие с нами ну или вместе мы с ними да у вас обостряются или видоизменяется определенные чувства потому что это существо это ваша допустим животное через ваши глаза через ваши органы начинает смотреть как бы внутри вас окружающие и вы смотрите на привычные вещи они чуть-чуть другие какой-то человек вы вдруг начали слышать запах другого человека или почему-то он понравился или за разнравился у вас отношения могут поменяться там с привычными запахами там цветов у вас может быть другая реакция на звуки и даже зрительные явления проявляться то есть если вы присмотритесь вместо того чтобы если то чтобы рыдать плакать я сопротивляться любви если вы отдадитесь почувствуете во-первых присутствие контакт во-вторых вы ощутите вот эти именно вот зачем интересно наблюдать как у меня поменялись ощущения то есть ты где ты здесь ты со мной и вы будете чувствовать что у вас другое отношение это вообще внутреннее состояние это очень интересное явление наблюдения за этим очень много чего можно видеть то есть это существо не куда-то убежала там задеть за куда-то слилась и где-то там других простого галактики именно из-за того что вот эта любовь слияния с вами у вас ваше восприятие ваше ощущение расширилось вот кто-то пишет у него такое было смотрите теперь еще момент по-другому еще животные могут пользоваться вами в каком-то смысле то есть они могут теперь через ваше тело выбрать кем бы им еще хотелось воплотиться сейчас то есть поскольку с вами проще выходить на контакт они во многих случаях выбирают какое-то животное чтобы продолжить коммуникацию на физическом уровне на физическом уровне и они могут даже вплоть до того что объединиться до выбрать там быть зебра условно говоря потому что вам сейчас зебра по 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 вибрации соответствует теперь и очень часто кстати животные воплощаются до виде там птицы прилетают и так далее хотелось полетать повторюсь это не одна форма их может несколько вот тот написал я там мы любим форму в которой ну что да я знаю многие люди очень страдают когда у них ломается девайс или им сложно купить другой потому что они так привязались к старому но море там все равно девайсу отношениями извините и ваше горе которое вы испытываете тоже к этому отношению просто отрицаете то что к вам приходит да и если вы следуете именно вот по вот этому когда животное хочет к вам вернуться хочет то вы горите нет форма я там требую но в нашем случае допустим было так у нас собака возвращалась один в один формы вообще один общение отличить то есть абсолютно кошка прошла почувствовал абсолютная была и вот собака была абсолютно в одинаковом теле вернулась вплоть до пятнышек велась абсолютно идентично кошка решила другу другое тело в том выбрать то есть она была слишком маленькая такая там килограмм веса вечные спотыкали спина ли беднягу вот решила быть папа быстрее и то же самое ощущается как ну то есть это чуть уже по-другому этот ну абсолютно тоже самое душа восприятие так далее то есть и животное самого всегда найдет сам вас если вы после слияния захотели соединиться свернуть то вернуться вы просто идете по ощущениям внутренним хочу туда это 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 и сама придет никаких ошибок быть здесь не может быть то есть все будут совпадение назовем да там совпадение синхроны вас приведут причем смотрите еще аспект важные люди это людям сложно это типа вот у меня там животное слилось со мной произвела слияние на как водно допустим первого числа а вот это животное родилось там предыдущие месяцы или или позже а и дату смотреть нет вне вне времени еще мы начинали вебинар понятие времени существует животное может заранее воплотиться уже в другое зная заранее что она уйдет там грубо говоря подход подготовить другое тело потом уйти и ваше тело другого животного уже может иметь совершенно другие сроки жизни а вот прокомментируйте пожалуйста если оплатился если оплатился без животного вообще не понял извините если с любим расставилась животное пропало как смотрите тема восприятие дело в том что специфика восприятия животного такая у него контакт есть прямо сейчас вот как по линии слияния но знает кто она чего у нее нет у него нет привязки к к планшету на легко переходит из одного девайса в другой девайс раз перетекло для него это как бы нормально это наша эго такое делать что нет я люблю планшет а телефон не не люблю наоборот переходы очень простые раз перелился так она видит я перетекаю из одного в другое нормально абсолютно и когда скажем так да некий другой человек может быть тем что чем вы вместе животным соединялись люди расстались животное до ушло потому что ему сейчас неинтересно ну скажем так продолжать тот опыт который был нужен когда вы вместе были и но с ним ничего не происходит он просто может поймать решить что это тело теперь ему не нужно просто сменит другое тело вот так вот настолько это просто смотрите животное вообще воспринимает себя частью природы я здесь хочу есть отрывок если кто-то слышал была такая горилла недавно умерла коко она и обучили языку глухонемых и что и она знала и не помню больше что 2000 слов кажется или 300 ну короче общем умела разговаривать на языке глухонемых очень много было как сказать спекуляции и так далее что это как это не верили думали это дрессировка и так далее но я почему об этом уверенно говорю потому что и недавно выходила книга когда внутри то есть это как бы исследователи завели этого животного гориллу а там с ними еще люди приезжали посмотреть пообщаться с гориллой то есть они видели что это не дрессировка это сознательная и вот они записали обращение там была конференция по защите природы там я чуть-чуть кусочек вырезал что животное говорит о себе о людях и о природе вы поймите что восприятие прямое я хочу показать мы делаем только смотрите два него два важных замечания первое это определенный перевод слов восприятия животного в жесты и перевод там опять же человека да в то я я перевел кто не знает английский на русский там совсем чуть-чуть вот посмотрите примерно как это выглядит вот как думает животное вот в этом куске я горилла я цветы я цветы животные я природа человек человек какой любит земля любовь как у но человек человек глупый глупый природа видит вас спасибо существует много расшифровок там разговоров о чем она думает что там длинная история я здесь просто делал акцент что это другое восприятие другое мышление но мы хотя бы через днк гориллы можем понимать что это другое вот она себя понимают как я цветы я природа и говорит вам что природа вас видит отдельно другое восприятие теперь итак то есть вы тоже можете использовать животных на самом деле то есть это совместное такой некий договор когда вам нужен какой-то опыт жертвы внешние да то есть животное может изыграть шерту для для того что вам это нужно вы на условно говоря заказали животное специально может пойти на скажем некрасивая для человека кажущиеся события при котором было что-то неприятное связано с или это может быть опыт агрессии опять же ваше животное может воплотиться в то что вам очень там по времени неважно это было после до детстве после и если это нужно это будет тоже пережито то есть на самом деле все вот эти сильные эмоции которые смогут это скорее всего ваше конкретное продолжение вашего и есть использовала именно эту структуру чтобы тот сценарий разыграть который вы заказали сами теперь когда когда мы говорим именно о любви то мы говорим о слиянии в обязательном порядке потому что это именно она и горя я уже сказал горя вы просто отказываетесь принимать и все поэтому если вы говорите кто-то говорит плачет или вы вы рыдаете вот послушали не я пойду сильно поплачу вы просто отказались принять это ваше решение и еще хочу подчеркнуть что да вот здесь этот аспект контакт контакт с назовем так той частью души ирис с другим как человеком таки животным и я здесь вебинар эволюция привел потому что сама идея кадры там описывается здесь не буду там устанавливаться что как устроено наше восприятие да вот есть кадры бытия и между кадрами у нас есть прямое ощущение этого контакта то же самое во сне происходит то есть там где мы в точке контакта я почему здесь делаю ремарку потому что если кто хочет кому нужно кому эта тема интересует глубже то вот здесь под вебом есть в описании это там даже скидку повесил там 50 процентов просто если вы хотите больше понимать эту тему я понимаю что она может быть слишком для вас далеко но это ваше решение или висит вас интересует физика да вот опять же бесплатный вебинар физика что вот это все понимать где как в чем происходит процесс физического контакта с тем что не является на физическом уровне и теперь смотрите еще чтобы это совсем сложно да когда хозяин собаки сал слился то есть если вы вдруг тут сидится собака смотрит да тихенько вебинар и вы собака ваш хозяин слился и вы остались здесь я имею ввиду смотрите вариант собаки хозяин слился собака ничего не ест она ушла просто она решила что я ради хозяина была люди рыдают смотрите собака умерла ничего не ела плохо да неплохо ей на просто решила таким образом уйти все или собака осталась и здесь может быть обратный процесс хозяин слился но теперь больше его присутствие в собаке собака начинает себя очень странно вести потому что энергия теперь уже человека здесь очень сильно присутствует и вот та история когда собака приходила это фильме до реальная история в японии был собака приходила на вокзал как бы ждала хозяина на самом деле это хозяин собакой вместе собственно и вот находились в ней долго очень поэтому не смотрите никогда на это как на трагедии всегда есть вот это вот процесс обоюдного смещения одного к другому то есть они друг друга хорошо ощущают точнее мы друг друга хорошо ощущаем еще раз слияние 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 замените те слова что вы знаете теперь пару если мы любим человека процесс любви я говорю о безусловно любви 99 процентах людей не то имеют ввиду я говорю о безусловной любви конечно происходит такой же процесс мы не ограничиваем тем что это животное не животное это тот же самый процесс и он по такому же принципу происходит если воспринимаете как слияние вы другого человека очень хорошо прекрасно ощущаете можете почему когда кот понял что я видела уходит смотрел мне глаза плакал не знаю к чему вопрос вот эмоции которые вы ощущаете ощущают прежде всего через вас животное именно момент расхождения до покидание вот этого само животное ощущает что она помню другим путем ваша эмоция здесь негативно не восприятие вызывает у него дополнительную боль то есть то что вы ощущаете она тоже самое чувствует то есть ему тяжело в этот процесс вот этого расторжествления с планшетом совершает чтобы в этом момент больше с вами если вы через любовь идете это будет гораздо гораздо легче так если родители умерли то есть ушли значит ваши родители слила с ними ваши родители если у вас чувство любви полностью сохранялась есть разные отношения с родителями правда если у вас ощущение любви сохранялось конечно у вас контакт прямо сейчас присутствует очень сильно это само собой вы просто поймите что такое любовь ну хотя я не говорю о любви как о каком-то абстрактном понятии игре об очень конкретном то есть у меня да вот есть отдельный вебинар любовь где это отдельно расписано рассказано очень там вы поймите что процесс любви физика любви она очень конкретная это не какое-то там красивое чувство откуда-то залетела это очень четкая ясная связь может ли животное переродится что человеком вы сейчас не поняли о чем мы говорим вот та структура которая показал она галактических размеров понимаете вы в ней рождаетесь людьми собаками кошками обезьянами гадюками да тыквами кто-то даже умудряется рождаться и не обязательно вот если вы родились тыквы вам вот кастыря человеком перерождаться или в обратную вы поймите структура которая идет как как человек он а не интересует сама структура вашего высшего я вот этот опыт структура которую вы выбираете со стороны высшего я как допустим некое животное и интересует вот этот опыт вы здесь совместить то есть вы слились да вы стали одним и вы потом можете совместно выбирать вы когда сами сливаетесь у вас же там не ногами руками понимаю что в кино в кино показ загробную жизнь там ходят они там что-то там пьют вас нет рук ног у вас нет вы не шарики вы широкая структура вы едины поэтому никто не рождается как человеком может в рептилоидом перевоплотились большая часть вашей личности параллельно существу параллельно вне времени существуют а еще кем-то еще и чем-то 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 это не то же самое что один и тот же человек идет там по этим какому-то по какой-то линии поэтому то что мы видим здесь как собака кошка и тогда не гадали это не зашитая замкнутая структура расскажите про опыт инопланетян я надеюсь я рассказал то что я обещал рассказать здесь я не буду затягивать вебинар и отвечать на вопросы не по теме много чего остального рассказывал дрейх пожалуйста все много чего доступно и так я здесь только резюмирую вы если имеете опыт любви с чем-то живым это всегда остается с вами на все когда на все да если вы испытываете горе вы отказываетесь от этого восприятия но это ваш выбор я надеюсь что я помог хотя бы одному человеку это осознать и все-таки убрать чувство боли и неопределенности если вы считаете что это было полезно дайте людям это посмотреть кому это нужно и чтобы это подчеркнуть ощущение вот маленькая песня из прекрасного мультфильма которая у меня когда-то зачаровала я хочу чтобы люди ее слышали вы поймете чем идет речь чао где мы жили как мы жили улыбаясь и печали мы сегодня позабыли потому что посвечали навсегда 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 мы не знаем кто откуда не забыли кто мы с вами только знаем это чудо не случилось с вами навсегда 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 ночь подходит ночь подходит и поют нам счастье спится только знаем че не не а и и а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok